привет ребята так сегодня я вам расскажу о своем хобби чем я занимаюсь то есть мы сегодня будем делать какую-то определенную маленькую нецку из полимерной глины что для этого нужно то есть сама глина такая вот можно телесного цвета вот на бруске идет в бруске идет здесь 350 грамм это фима это немецкая глина полимерная поэтому то есть она хорошая это кукол именно такого типа плана делать вот лицо само лицо именно так вот она полимерная глина нужно потом лак такого плана вот он идет с такой вот щеточкой такая щеточка лак ну можно добавить еще вот такой полимерной глины типа как камня эффект камня называется вот такой вот потом вот такой ну как можно даже и зубочистку брать а у кого нет зуб ну можно разные материалы чтоб делать разные различные отверстия в самой нецки и тому подобное ну давайте приступим уже к самому к самой лепки самой нецки для начала берем саму глину распаковываем но я думаю нам будет достаточно определенного какого-то кусочка вот такого вообще нужно чтобы полимерная глина это очень дорогая она но желательно под низ доложить какую-то фольгу то есть брать фольгу скручивать в один этот и эту фольгу обволакивать уже вот таким вот полимерной глины но у нас фольги пока нет будем уже делать вот так так ну разминаем его полимерную глину она дело то что твердая потом когда то есть почувствует тепло рук начинает уже то есть мягче становится разминаем разминаем пока она не станет как пластилин вот она уже почти становится как пластилином пока будет не мягкая вот мягкая станет она туда уже можно работать она сейчас вот не мягкая она сейчас вот начинает от трескается да вот будем вот так вот разминать 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 вот скатали вот такую-то основу основа для нетски езда снова вот сам его туловище его вот получилось голова туловище и вставляем этот делаем то есть сначала черновую работу вот так вот все края эти все замазали вот здесь да получилось как матрешка можно так сказать знаете стек для таких мелких работ он не подойдет я думаю то есть я пробовал он не подходит поэтому возьмите зубочистку такую вот и зубочистка сейчас будем делать глаза глаза рот уши вот у него а потом все остальное уже но желательно делать какую-то подставку то есть чтобы было удобней ну допустим можно сделать подставку такую вот раз на этот стек чтобы когда вы сделали да вы потом руками не трогали то есть то что вы сделали нужно потом будет поставить это все в духовку поэтому так вот раз сделали основу вот такую вот все основа вот есть вот такая вот основа и давайте теперь сейчас берем зубочистку да и будем делать ему глаза вот так вот зубочисткой продавливаем глаза вот я показываю так вот раз 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 здесь продавить сейчас вот так вот и здесь продавить и также здесь зубочистка продавливаем и получается вот такие вот глаза у него дальше что нам дальше а дальше нужно зрачки сами зрачки вот так вот раз и так продавливаем вот один зрачок есть также другого плана раз второй зрачок есть вот почти на глаза преобразовались так а теперь делаем ему нос покажу как вот так вот раз ну так приподнимая немного и тут вторую но ну вот уже лицо начинает преобразовываться немного будем подправлять конечно вот вот он подбородок вот сам рот нос но два глаза сейчас это все будем подправляли где-то какие-то морщины добавим вот здесь ну тоже прижимаем зубочистка так вот добавляем морщины в общем сейчас все увидите дальше так дальше что что с ним еще делаем ему ухо вот такое вот ухо и представляем его как-то так вот возможно потом прижмем вот здесь потом прижмем его и вот он вот так получится у нас вот как-то так ну и здесь также заделываем это все глиной чтобы она ухо при запекании не отпала ну вот сделали второе ухо но сейчас это будем подправлять вот здесь это второе ухо здесь первое уже сделали практически второе ухо это потом будет если что-то будет не ну это тонкая работа это как говорится можно сказать ювелирная работа поэтому сделаем до уши там лицо от именно все а потом уже будем смотреть где подправлять это все зубочистка здесь разгладить там здесь здесь все именно чтобы она была идеальная вот так но теперь как бы прижимаем зубочистка вот сюда и делаем ему руку вот так вот раз прижали и здесь уже потом уже пальцем на все сделаем и также с другой стороны прижимаете ее и она как вот в пластилине все и она получается будет другой страны но такого плана от пальцы вывели зубочисткой вот они пальцы но по прида по прижимали получается вот так чик 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 и вот вот здесь вот так вот провели то же самое но потом будем это все корректировать лучше делать вот мы делаем вот такие вот точечки зеленые вот так вот и здесь сейчас прижимаем зубочисткой а так вот делаем ну не по всему ему тело вот в определенных каких-то мест вот так вот у нас получается теперь берем вот такой как вот такой материал серебристый ему делаем такой вот именно как не знаю подлокотник и подлокотника вот так вот поставим ему да ну как вот сделаем такой вот не шипами теперь ему ремень ну то есть отсюда чтобы он закрывал вот так вот скатали это все ну так вот приделаем ему здесь так вот будет как ну может придумаем воображение может какую-то плащ сделаем не знаю что такое ну вот получилось у нас как-то так сейчас это все будем дальше рассматривать делать более детализацию где-то морщины добавить где-то что-то еще одну буду смотреть уже это дело воображение давайте добавим ему немного окропления вот так вот чтобы как вот получилось неровная у него кожа но именно с такими вот мелкими этими так чуть-чуть прижимаете все мининецка готова виде гоблина какого-то давайте сейчас поставим его в духовку ну все при запекании наше изделие готово вот такое но теперь она уже как как камень может так сказать его не разбить ничего то есть она очень хорошая по качеству теперь можно его и шлифовать то есть какой-то наждачной бумагой там где-то какие-то неровности еще что-то красить можно будет вот такими вот красками сейчас я покажу вот они краски здесь разные я заказывал с китая он такие от краски и также можно будет скрывать ее то есть лаком вот он лак я показывал сейчас мы это будем делать скрывать это изделие лаком давайте смотрите что получится дальше берем лак берем изделие уже готовое с духовки и начинаем наносить тонким слоем просто с лаком она более как говорится презентабельный такой от вид получается ну вот собственно говоря и все у нас такое изделие ручной работы получилось поэтому авторская работа кому не нравится ставьте дизлайки кому понравилось ставьте лайки поэтому почему бы не делать вот такую красоту все с лаком намного она лучше красивее как вот товарный вид приобретает поэтому это можно уже такую вещь продавать все до скорых встреч подписывайтесь на канал и всего самого наилучшего спасибо за внимание